Собаки с кормильцами дружат, со всеми остальными нет. Облаивают и демонстрируют отнюдь неприветливый оскал. Алла, например, жительница 25-го дома, не знает, как отпускать свою дочь в школу одну. И за себя постоять она, в общем-то, не может. Если на нее нападут собаки, я даже не знаю, как ее научить, как защищаться от них. Потому что любые действия будут порождать другие действия. У нас есть несколько примеров даже того, что ребенок с утра не мог уйти в школу. И приходилось вставать и провожать ребенка до остановки. То есть это никакому жильцу бы дома, это, наверное, не понравилось. То есть никто бы не хотел так жить. Анна Ромодановская, жительница этого же дома, угодила в собачью пасть в январе. Диагноз, согласно справке из госпиталя, укушенные раны правой голени. На меня накинулись четыре собаки. Облаили, одна из них искусала. О чем было засвидетельствовано в госпитале. И тут же после этого я подошла к руководителю Иваново-Стата с моей проблемой и попросила решение этой проблемы. Потому что я знаю, что Иваново-Стат, в частности, Клюзина, Светлана Владимировна, они подкармливают собачек. На что Светлана Владимировна сказала, что она обязательно примет меры. Жители считают, что меры действительно должно принять именно руководство Иваново-Стата. Ведь собак подкармливают их сотрудники. На животных надет ошейник. На момент съемок три пса находились именно на территории учреждения. Потом они свободно вышли на улицу. Как нам пояснили в городской мэрии, в этом году на отлов собак будет заключен контракт с московской компанией ООО «Регион» на сумму 1 миллион 158 тысяч рублей. Пройдячих псов отловят, кастрируют или стерилизуют и выпустят обратно в вольную среду. 6 марта будет заключен муниципальный контракт с ООО «Регион» на отлов и содержание безнадзорных животных на территориях общего пользования и соблюдением принципов гуманности в количестве 206 особей. Как только будет заключен муниципальный контракт, соответственно все заявки от жителей города Иваново будут переданы в подрядную организацию и выполнены. Отправляемся в Иваново-Стат и выясняем, что все необходимые процедуры с животными уже проведены. Как и требуется, как пишется, как повещается законодательством Иваново в России, собаки стерилизованы, чипированы, привиты и вернуты на свое место. Что еще надо? Содержать их должным образом. В наморднике, да, это ваши собаки или как? Собаки не наши, поскольку это не частный дом, где может быть собака. Это просто доброе желание наше. Я тоже очень хорошо отношусь к собакам, и мы ничего не будем иметь против, если вы будете содержать их должным образом. Пожалуйста, пусть они у вас, они достаточно крупные и достаточно серьезные собаки. Они не должны бегать бесхозно, без намордника и без поводка, и нападать на проезжающие машины, на проходящих людей. Да, я живу в этом доме неоднократно, иду две женщины, ой, можно через ваш двор пройти, но у нас закрытая территория, у нас не пройдешь. Собаки, они боятся, они просто нападают, облаивают, прикусывают, шерсть дыба. С тем, что собакам свойственно лаять, в том числе и по ночам, покровители соглашаются. Но то, что тузики могут кого-то покусать, верить напрочь отказываются. Она не показала ни укуса. У нее весь пакет документов есть. А документы сейчас делаются очень просто у больших людей. А скажите, зачем ей это надо? А что должно произойти? Какая трагедия должна случиться? Вот у меня внучка день не разговаривала. Это пустяки. Жаль внучку вашу. Жаль. Знаете, а мне-то как жаль. Тому, как надо охранять подступы к кабинетам руководства у работников службы статистики, могут поучиться даже их четвероногие подопечные. Говорят, что начальства нет. Да и вопрос непонятен. Собаки-то не их. Вы их любите, а нас они кусают. Собаки, не наши. Вас нехорошо. Тогда надо их убрать. Давайте, знаете, как? Я вам предлагаю. Я вас приглашаю к себе в гости. Переночевать у меня ночь. Приходите ко мне. В этой собачьей истории понимания, к сожалению, не могут найти именно люди. Одни не видят проблемы и искренне привязаны к животным. Другие устали бояться и просыпаться от громкого лая. Найти хозяев для хвостатых или посадить их на цепь во дворе службы статистики. Выход из ситуации должен быть найден незамедлительно. Пока не произошло что-то по-настоящему страшное. И не важно с кем. С человеком или собакой. Елена Белова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.